В 77-м годах под мирным небом Ельщина назначила День вызволения от немецко-фашистских захопников. Мироприемства, организованные в гонор памятной даты, объеднали молодцы и людей старейшего поколения. Их мы это выказать Данину Паваге усим, кто охверовал собой, уделя миру народной земли. Подробностей в наступном сюжете. Митинг у самом сердце города могчимость пригадать сумные сторонки истории Ельского района. Мноство загубленных житов, спаленные гитлеровцами везки, жахи оккупационного режима. Однако, не глядячи ни на что, Ельск выстоял. У студени 44-го партизанские формирования суместно с Шервоной армией вызволили поселок, обшим с гордостью узгадываются на шатке. Словы падяки за мирное небо, хвилина маучання, ускладание венков и кветок – усёг это только пачаток мемориальной акции. День памяти протягивается. Одна з центральных падей дня – аутопробех у гонор героев. Аутомобили, упрыгоженные державной символикой, здейственили подороже по местах памяти Великой Айчыной войны. Керауництва района, протстауники мясцовых организаций и предприемствов усклали венки и кветки под супроводженни военного орхестра. А кроме того, памятная дата – добрая нагода наведать светку тых суровых часов. Янаць Прыходька сёння – один и ветеран Великой Айчыной войны у Ельску. Падарыць ему увагу и клопату гэты дзень – особлива важна. Спасибо, что не забываете нашего Степаныча. Акция «Ельш на памяты» объеднала множество людей, яны розных взрослых и профессий, али мотивация для удела у акции во усих однольковая. Я думаю, что наше поколение, но всегда этот праздник останется на наших сердцах, мы всегда будем чтить эту память. Нужно помнить о том подвиге, который совершило наше поколение, который совершили наши деды и прадеды. Я председатель районной профсоюзной организации работников образования и считаю, что в первую очередь работники сферы образования должны воспитывать патриотизм в нашем молодом поколении, поэтому для меня это очень значимо и важно для того, чтобы своим примером показать и дать дань уважения нашим предкам. Вы завязайтесь этой мощной энергией, энергией победы. А грасядиба под назвой у Василисы Прыгожей у вёсты Жуки – невыпадковая месца для солдатского привалу. Смачная фронтовая каша, гарач и чай, песни военных часов каля вогнища – усё гэта особливо актуальна, минавита тут. Василиса Прохорова, у гонора, якой назвали месца от Пачынку, у дельница партизанского руху. Пройшла усю войну и покинула аутограф на стене Раихстага у 45-м. А грасядиба – знак поваги до Василисы Васильевны от любящих свояков. Я захотела увековечить её имя. Я всегда думала сначала там, где я живу, на том селище сделать, но тут оказалось это более приспособленное к граусадьбе. И я так старалась, спешила к 70-летию символически, открыть это 70 лет победы, гню победы. И в честь моей любимой, дорогой тёте, которая вырастила меня в патриотическом духе, она мне вторая мама. Акция «Ельшина памятая» – добрая традиция для райцентра. Час идти, а ли свято вызволение от немецко-фашистских захопников заусёда отзнашается со широй любовью до родной земли. Миколай Скинсиян, Сергей Камкоу, Телерадо и компания «Гомель» з Ельского района.